Я еду в Италию с абсолютной уверенностью в том, что я буду смотреться по крайней мере не хуже, чем сами итальянцы. Итак, приключения русских в Италии начинаются с громкого заявления главной надежды изи-картраша Александра Крамарского. В этом году я настолько в себе уверен, уверен в своем результате, что пообещал своим друзьям, что если я не приеду в пятерки, то побреюсь наголо. Боевое настроение российских картингистов и компаний не портит даже трехчасовая поездка из аэропорта Римени в приморский городок Лидо-Диезело, где и проводится, шутка ли сказать, международный гранд-финал изи-карт. Статистика. В этой маленькой стране 4,5 тысячи спортсменов с лицензией, 200 картинг-клубов, 56 трасс для картинга. Прибавьте сюда самую знаменитую гоночную конюшню. Мы работаем на лидера, и он будет лидером. Доказывать не надо. Мы все видим, что это лидер номер один. Пока русские были в пути, соперники уже вовсю шлифовали крутые повороты. Трасса очень хороша, это очень сложная трасса. Здесь есть разные типы поворотов, но быстрые, медленные, просто здорово. Держак чумовой. Очень хорошо держал, можно было проходить колеса на двух колесах. И у нас такой трассы в России вообще нету. Андрей Тимофеев. Старший идейный вдохновитель изи-карт в России. Характер нордический. Независим, коммуникабелен, но скрытен. Геннадий Зарубин. Главный механик. Исключительно предан делу. Опытен. Характер ненордический. Так как на картинговых соревнованиях никого не уличают в шпионажа, можно подсмотреть, как совсем рядом настраивают свои машинки иностранные коллеги. К примеру, колумбийцы. О, да это Федерико Монтоя. Впрочем, родственник знаменитого формулиста – не единственный представитель автоспортивной династии. Внуку великого Эмерсона Фиттибальди тоже достается своя доля повышенного внимания. Конечно, итальянцам проще и ездить по домашней трассе, и настраивать машины к гонке. Но русскую смекалку еще никто не отменял. После двух сессий тренировок наши находят оптимальную длину выпускного тракта, и обороты двигателя поднимаются на 200 единиц. А после тренировок пришлось искать правильное давление в колесах, жесткость рамы и все то, что позволило бы карту быть устойчивым, а не вставать на два колеса. Такое на российских трассах чрезвычайная редкость. Карты настраивали сами, иногда консультируясь с итальянскими механиками. Участников гранд-финала долго приходится сбивать в компактную кучу на радость фоторепортерам и детям. Дети и открывают главный гоночный уикенд. В «Изи-60» самое большое количество участников, и уже в предфинале «Ц» наших трое. Игорь Яворовский. Пилот «Изи-карт-60». Стартовый номер 36. Молод, быстр, эмоционален. Истинный картингист. Евгений Больших. Пилот «Изи-карт-60». Стартовый номер 39. Молод, быстр, напорист, деловит. Истинный картингист. Роберт Шварцман. Пилот «Изи-карт-60». Стартовый номер 53. Самый младший. Очень скромен. Привык побеждать. Истинный картингист. Первый на стартовой решетке Игорь Яворовский. Евгений Больших на втором ряду с внешней стороны. Шварцман лишь седьмой. Но к гонке юный пилот заготовил неожиданный сюрприз. Старт. Вы не верите своим глазам? Мы тоже. Пилотон возглавляет русский гонщик. Первый, шестой, седьмой, восьмой круг. Положение не меняется, но вдруг из-за поворота лидеры появляются уже совсем в другом порядке. А Яворовский только в середине. В чем дело? Меня обошел итальянец. Ну, я его на следующем повороте утолкнул. Мне стали показывать предупреждение и остановиться. Яворовский блестяще начал, но в финал Б не попал. Больших тоже остался за пределами заветной шестерки. А вот Роберт Шварцман дрался, как маленький лев. И финишировал четвертым. Вот оно. Честно завоеванное право проехать еще одну гонку. Перерыв между заездами максимум пять минут, чтобы очистить трассу. И вскоре на стартовой решетке появляются другие герои. Андрей Тимофеев, младший. Пилот Изикард 60. Стартовый номер 32. Юн, серьезен, спокоен, уверклив, в поворотах. Истинный картингист. Иван Шмыков. Пилот Изикард 60. Стартовый номер 34. Молод, жизнерадостен, беспощаден к врагам на трассе. В интервью немногословен. Истинный картингист. Финал Б. Андрею Тимофееву, Ивану Шмыкову и Роберту Шварцману предстоит стартовать в компании внука Эмерсона Фиттипальди. И именно эта фамилия чаще всего звучит в гонке. Но, прямо скажем, больше из уважения к знаменитому дедушке. А на старте Пьетро заметно волнуется. И не зря. Уже в первом повороте гонки за пределами трассы оказывается 11 участников. И попавший в заварушку Тимофеев, хоть и выбирается на трассу, но до финиша уже просто доезжает. Есть сожаление, что я так и не смог узнать силу итальянцев. И также международных гонщиков. Роберту Шварцману грех жаловаться на судьбу. Пусть и не быстрее всех ехал, но уж накатался вдоволь. Как-никак дважды увидел финишный флаг. И приехал даже впереди победителя национального турнира Тимофеева. А Иван Шмыков, избежавший столкновения на старте, концентрированно пробивался вперед. В целом прорыв с 24-й позиции на седьмую на финише можно считать успехом. Но все равно жаль. Всего одного места не хватило до попадания в основной финал. В интервью Шмыков немного удивлен, что здесь труднее, чем дома. Всегда первые, а вторые места только если машина ломалась. А победитель в классе из 60 итальянец Рикардо Ароне. На последних кругах все увеличили скорость, но и я тоже прибавил, поэтому и пришел первым. Внук Фитти Пальди гонку заканчивает лишь 19-м, но интервью дает бодро и с удовольствием. Я с детства любил играть в машинки. Когда первый раз увидел карт, попросил папу отдать меня в картинг. Он сказал «давай». Заезд взрослых класса Хэви менее представителен по количеству известных фамилий, но на старте наши гонщики радуются как дети. Андрей Дельцов на 11-м месте стартовой решетки, а Сергей Логодюк на 15-й позиции сзади в том же ряду. Андрей Дельцов. Он же Делес. Пилот Изикард 125 Хэви. Стартовый номер 7. Легок на подъем, в меру быстр, но на трассе очень устойчив. Убежденный картингист. Сергей Логодюк. Пилот Изикард 125 Хэви. Стартовый номер 12. Предан делу. Вдумчив. Эмоционален. В других классах не замечен. Большой друг детей. В Хэви по замыслу организаторов класса планировалось выступление повзрослевших и потяжелевших энтузиастов. Но и здесь быстрее те, кто моложе. На старте гонки обоим нашим чудом удается избежать завала в первом же повороте. И они отыгрывают на этом по нескольку позиций. В результате на финише Андрей Дельцов, которому впоследствии ехать никто не мешает, занимает неплохое девятое место. А Сергей Логодюк клетчатого флага так и не увидел. В борьбе повредил рулевую тягу и вынужден сойти. Оба пилота получили главное, зачем сюда ехали. Огромное удовольствие. Первый раз столкнулся с такой мощной техникой на таком хорошем, так называемом, держаке. И на таких скоростях проходить повороты и влетать в первый поворот трассы, ну, если честно, было страшновато. Я так и не научился проходить этот черт их поворот. Выигрывает же финал изи-карт-хэви представитель Германии, что тоже становится сюрпризом. Два итальянских пилота отстают от него всего на мгновение. Но его оказалось достаточно, чтобы примерить лавровый венок победителя. Здорово, что теперь русские принимают участие в наших гонках. Это делает событие по-настоящему интернациональным. И я надеюсь, что в будущем российских участников станет больше. Не погрешим против истины, если скажем, что заезда картов класса изи-карт-лайт как самых быстрых и появление самого быстрого среди русских Александра Крамарского все ждут с особым нетерпением. Александр Крамарский. Пилот изи-карт 125 лайт. Стартовый номер 10. Вместо попадания в десятку всегда целится в яблочко. Очень быстр, напорист и уверен в себе. Истинный картингист. После квалификации у Крамарского 14-я позиция, но утром на прогреве на новых настройках шасси он показывает второе время, и это обнадеживает. У Александра появляется шанс прийти в пятерке, иначе прощай привычный имидж человека с прической. На втором стартовом поле Федерико Монтое. Предгоночную квалификацию он закончил отлично, проиграв лучшему времени 9 соток секунды. Но, наверное, есть еще о чем поговорить с тренером. Старт. Федерико Монтое первый. В начале разрывы между пятеркой минимальны. Александр Крамарский в сутулоке прорывается вперед и накатывает на лидеров в быстрых поворотах. Но в медленных его опять подводит тот самый чумовой держак, и карт норовит перевернуться. Хотя в русской гоночной среде есть поговорка «держака мало не бывает», но с таким его количеством приходится сталкиваться впервые. Кстати, у более искушенных в гонках англичан поговорка звучит как раз наоборот. «Too much grip» — слишком много держака. Через некоторое время Крамарский все же находит ключ к скорости и начинает отрываться от преследующей его группы из шести пилотов, но досадная ошибка в последнем повороте трассы отбрасывает нашего гонщика на несколько позиций назад. Я пытался обгонять, меня пытались обгонять. Было очень много столкновений, был даже момент, когда я почувствовал удары сзади и просто увидел тень у себя над головой. Тень не может быть ни самолетом, ни чем бы то ни было, а только соперником. Идти на пределе и не ошибаться отлично получается у Федерико Монтове. За 26 кругов колумбиец даже близко к себе никого не подпускает. Хотя разрыв между остальными лидерами не больше трех десятых секунды, Александр Крамарский финиширует на 19-м месте, как, кстати, и Пьетро Фитипальде. Впрочем, внук знаменитого дедушки, по слухам, дома никаких обещаний не давал. Видимо, придется стричься. Пока в нашем паддаке идут разговоры, что делать и кто виноват, Федерико Монтове не знает отбоя от желающих с ним сфотографироваться. Гунки – традиция в моей семье. Мой отец гонялся, все мои братья и сестры. Теперь и я иду по их стопам. А потом все идут на награждение. В этом году итальянский гимн звучит здесь не так часто, как в прошлое, а колумбийский встречен особыми аплодисментами. Увы, мы не слышим финального российского аккорда, но памятный сувенир, который дают только первые десятки лучших мировых пилотов изи-карт, забирает с собой Делис. Андрей Дельцов. Организаторы, кстати, не скупились на похвалы русским пилотам. Изи-карт в России существует совсем недолго, но уже сейчас мы видим, что есть несколько прекрасных русских гонщиков, и класса Изи-60 в том числе. Мы бы хотели, чтобы российские пилоты присутствовали на гонках изи-карт. На этом можно было поставить точку о приключениях российских картингистов в Италии. Но вы же знаете, что припасенное в начале ружье, по законам жанра, в конце должно выстрелить. Желательно, не холостыми. Сдержит ли свое обещание Александр Крамарский? Самые счастливые люди на Земле те, которые могут вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова